Подключается и готовится команда постеру. Здравствуйте. Когда мы в пятницу прошли вечером на хохотон, мы, короче, не знали до конца, что мы хотим делать, что делать, самое главное, почему делать. Мы нашли для себя, мне кажется, интересную задачу. Есть такой сервис по покупке игры, ну, фактически инфраструктурный стиммер, с ним как бы все хорошо. Ты за мной оттяжешь деньги, играешь, пользуешься, радуешься, но что-то как-то вот много людей, а вот между ними коммуникация, ну, предметами можно как бы покоммуницировать, там, предметами, а хочешь иногда деньги или ставки сделать какие-нибудь прикольные. И, а стим так не разрешают, ну, как бы, мы подумали, подумали, социальный проект, ну, как бы, постановка социальная, социальная, значит, коммуникация с людьми, идея, это вполне социальный кейс. Но у нас появилось, что вот мы хотим, чтобы можно было делать вот так. Мы долго смотрели, думали, как это можно сделать, и поняли, что чтобы это еще работало и нам было интересно, надо еще, чтобы денежные вливания тоже возвращались. То есть, скажем, с победителем мы будем брать 1% от его, и там, условно, на платформе появится что-то новенькое, интересное. И, в принципе, так можно сделать переднем. Но, как бы, мы думали-думали, и оказалось, что есть ряд проблем. Первое. В ядро что-то добавить, ну, это C++ код. Я уже, как бы, умею в салате, господи, много лет, и не проблема добавить. Но, оказывается, что, как бы, еще же надо по всем биржам раскатиться, и работать будет только локально. Это не круто, значит, надо как-то проблемы концептуально порешать. Поэтому мы поняли, что надо, как бы, есть много, ну, в интернете есть много солюшенов, как пытаются в графен подобные цепочки добавлять смарт-тракты. И вообще хоть какой-то исполняемый код. Ну, мы, как бы, сели, посмотрели, и задачу поделили пополам. Я выпиливаю из трех, собираюсь из трех виртуальных машин что-то, что работает. А мой коллега пишет смарт-контракт и тестирует заодно то, что я написал. И в непрерывном таком потоке мы, как бы, пользу приносим. Чего получилось, там, условно добиться за полтора дня. Собрав много-много исходного кода, который был в интернете, замиксовать его, получилось добавить в стей в цепочку, ну, большой сторож, который бы отображался в тот же сторож, что и у всей цепочки. И тем самым мы могли хранить в нем смарт-контракты. Ну, фактически это еще один объект на базе. Запатчив немножко кливолит, мы получили способ взять, ну, вычитать лоа файл, который мы использовали в виде смарт-контракта, преобразовав в байт-код, который использовался у одних из китайцев, и положить внутрь. Затем, запатчив что-то там, датабейса API, что-то там, в HTTP добавить методы, которые позволяют его заинжектить и подзвать с каким-то параметром. Из минусов там, ну, минусов, лучше плюсы. Получается, вызывать методы, получается, вызывать, преобразовывать разные действия, и как-то в HTTP. Теперь мой коллега расскажет. Ну, для примера, мы сейчас проходим ЧАС Ченышевый щит, в общем, соревнуемся за звание лучшего шахматиста мира, два претендента, и мы решили, почему бы не сделать смарт-контракт для примера, где каждый желающий, использующий Descent, блокчейн, мог бы поставить, сделать ставку. Мы написали простейший смарт-контракт на АЛОА, мне пришлось немного пропатчить его, сам язык добавить несколько типов, и для примера мы должны сначала, скажем так, описать Storage, потом написать некую функцию для инициализации при загрузке, она запускается, инициализируется значение, это пример. И потом описать функцию для выставления ставок. То есть кто-то закидывает какой-то коэн, это сохраняется в Storage, на кого поставил, и потом, значит, мы, кто победил, разбрасываем им эту монету. То есть победители, согласно своему стеку заброшенному, получают игрушку. Это примеры. Вот такой вот мы сделали за время хокартона. В результате получилось три репозитория, один pull request. Ну, можете посмотреть. Вот и все. Спасибо. Спасибо. Вопросы 1. Вопросы 2. Вопросы 2. Вопросы 2. Вопросы 2. Вопросы 2. Each node executes bytecode when we place it in the database. End comment. Graphen-based chain is a database in an apply block. In the evaluator matching dynamic dispatching law methods and new evaluator contracts. Registration of contracts. Обновление of contracts. The response to a database is very difficult to support the automatically defaults. And by the application we need to identify what happens when it happens. So, for example, this is the right time, which is the order for the application. You know, the order for the organisation is the same way. Ок, спасибо. Как вы думаете, вот этим методом можно в игру внедрить инвестиции? Все что угодно можно внедрить. Ограничения только в операциях, которые можно в лоа внедрить. То есть вызвать дативные операции самого пейчейна. И практически весь скрипт ограничен этими операциями. То есть если мы создадим коэн, мы можем торговать и раскидывать этот коэн. Единственное, что этот коэн нужно сначала в контракт положить. Нужно собакатрить туда. А так у боя логика. Как внутри, в принципе, там есть более-менее идеи. А если это, допустим, играть типа цивилизаций, но с инвестицией, ну, правильно? Ну, у нас 5 секунд на блок. Фактически в реальном времени, скорее всего, не получится какая-то стратегия. А вот пошаговая, я думаю, да. Пошаговая. Да, вполне можно. Пошаговая. Спасибо. Есть вопрос? Нет? 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 Спасибо. Спасибо. Спасибо.